Я приветствую вас. Сегодня у нас 6 февраля 2022 года. С вами Любомир Богоявленский, а в миру Павел Нестеренко. И я хочу в этом видео спонтанно поговорить с очень потрясающим человеком, очень светлым человеком. Я не называю имени этой уникальной личности, никаких, скажем так, не дам ориентиров моим телезрителям, кто это. Только скажу о том, что это прекрасная женщина, это моя подопечная клиентка, с которой мы работаем не часто, но уже много лет. Вот периодически она ко мне приходит на тару консультации, иногда на какие-то еще ритуалы, обряды. Мы встречаемся, она меня поздравляет с праздниками, я ее поздравляю какими-то большими. И уже много лет, это много лет мы вот работаем периодически. Человек очень потрясающий такой, энергетически очень сильная женщина. Это лидер, это бизнес-леди. Человек, который вот женщина сама смогла достичь вершин в этой жизни, таких довольно больших. Вот этот человек, она иностранка, она не гражданин Украины, поэтому я перехожу на русский язык, ну она знает русский язык. Вот, и я хочу пообщаться с ней, потому что вот она написала мне письмо в Вайбере, и у меня, конечно, возникли философские размышления. В этом году она ко мне пришла на консультацию, я не рассказываю тоже ситуацию, вот, ну и у богатых людей, и у людей, которые умеют достигать вершин, потому что этот человек без привлечия, это потрясающий администратор, это человек с, ну таким вот мощным, практическим подходом к управлению, какими-то структурными элементами. Вот, и человек, который умеет пробивать себе путь, очень грамотная женщина в плане именно строения бизнеса, рабочего такого бизнеса. Мужчина не сможет так, ну многие мужчины не смогут так работать, как может работать она, при том с коллективами, с другими людьми, вот, и все равно у каждого человека, даже такого очень пробивного, возникают те психологические, эзотерические, духовные ситуации, когда человеку нужен мастер. И вот она приходит, она мне платила в долларах, всегда и платит по сей день, когда приходит, вот, не часто, но приходит, то есть, при том очень добросовестно и, ну, конечно же, мне с этим человеком очень приятно работать, потому что, ну, во-первых, человек всегда мне платил эти годы и сейчас платит, ну, приличные, скажем так, деньги, как получают эзотерики, мастера, которых уважают, и я ощущаю это уважение к себе как к мастеру. Я всегда ей говорила, всем клиентам, что я не даю гарантию сто процентов. И какой бы ни был сильный человек, какой бы ни был высокоинтеллектуальный человек, какой бы человек ни был лидер по жизни, какие бы человек ни складывал, скажем так, мощнейшие бизнес-планы и не достигал их, так устроена природа человека, что ему нужен мастер. И у этого человека материальные ресурсы позволяют, вот, нанять себе сильнейших психологов, если нужно только будет, сильнейших экстрасенсов, мастеров, эзотериков, понимаете? Потому что там у человека с деньгами, ну, слава высшим силам, вообще проблем никаких нет. Но уже много лет этот человек периодически приходит и заказывает у меня онлайн-консультации, платя за это доллары. И мы работаем не один год, поэтому я очень ценю этого человека. И вот, что важно понимать? Важно понимать то, что в Европе любая психологическая, духовная помощь стоит деньги. Наши люди, особенно в моей родной Украине, ну, про Россию я вообще молчу там, то есть они привыкли так. Вот в любой момент мне там звонят, пишут и рассказывают о каких-то проблемах, о каких-то своих внутренних переживаниях. И это все я выслушиваю часто бесплатно, да? Мне вот пишут в интернете, ну, там по 20-30 писем в день бывает такой вот подопечный, да? Они рассказывают мне, начиная от каких-то обыденных моментов, заканчивая какими-то своими сексуальными моментами, переживаниями, где им хочется выговориться об этом, вот как там прошла встреча с мужчиной, с женщиной. И, ну, вот, вы понимаете? И часто вот этот момент, ну, клиентами, особенно моими, кто уже постоянно со мной проходит много лет, они воспринимаются как само собой разумеющиеся. За границей же в европейских странах с психологами, я как дипломированный психолог объясняю, такого просто быть не может. Там очень четко человек поставлен в рамки. Если у него есть такая сокровенная информация, где он хочет выговориться, просто поделиться, рассказать какими-то сокровенными моментами, он должен взять долларов 300-400 и пойти заплатить за час беседы с психотерапевтом, психоаналитиком, психологом. Суммы очень большие, очень большие там, в большинстве случаев так, и все ограничивается строго-настрого временем. Вот время прошло, дальше у человека еще тонна вопросов остается. Он должен заработать деньги и дальше платить за то, чтобы другой человек его послушал. Потому что там четко идет понимание. Так устроена природа и жизнь человека, что он никому не нужен. Со своими запросами, волнениями. Это его проблемы. Чего-то там такого делать, психотерапевт в большинстве случаев за клиента не будет. Он должен, он заплатил деньги, чтобы выговориться, рассказать о том сокровенном. А дальше он сам совершает шаги, крапкается. Я встречал научные данные, что у многих психотерапевтов зарубежных клиенты часто в конце концов еще суициды совершают. Потому что психотерапевты, какие бы они ни были хорошие, мощные, скажем так, но не все довольно помощные, скажем. Не все довольно помощные. И многие не помогают, потому что так устроена эта реальность и жизнь, что, увы, всякое знание не может быть здесь истинной последней инстанцией. В большинстве случаев. Научные знания, они объективны и правдивы в наибольшей степени, скажем так, на 70%, на 80%. Ну, смотря, какая наука, понимаете? Какая смотря наука? Если берем там физику, химию, математику, то, конечно, там точности. Вот. И прогнозы, они, ну, занимают высшие положения истины, скажем так, в тех сферах знания, которым они посвящены. А вот возьмем психологию. С 1879 года она как наука оформилась. Я 6 лет учился на стационаре на психолога и 3 года работал психологом в городе Киеве с тяжелыми психически страдающими людьми пожилого возраста. Консультировал как практический психолог и преподавателем работал. Ну, вернее, там меня поручали преподавать. У нас был университет 3-го возраста психологию, а также English for beginners. Читал английский для начинающих. Вот. И потом пошел еще, работал психологом и пошел учиться на учителя английского языка и мировой литературы. Вот. Это my second higher education, мое второвысшее образование. И когда я был маленький, то у меня возникала такая мысль, что есть истина в последней инстанции и большинство людей вне этой истины. И моя задача эту истину найти. И ради истины в 7-м классе школы я решил посвятить себя изучению магии. Вот. Я учился до 7-го класса очень хорошо. У меня есть табеля, там всякие подяки, то есть я ну не был круглым отличником. У меня было пару четверок. Мне не давалась математика. Но тогда вот до 7-го класса у меня по всем дисциплинам практически было отлично. Я был очень успевающий и я постоянно помогала детям учиться. Вот. Выполню их контрольные работы, когда контрольная работа, потом свою выполню контрольную работу. Вот. Только контрольные меня дети со всех сторон окружали, чтобы я помог. До 7-го класса. А потом я поверил в то, что главная истина это магия, эзотерика. Ну и я вот со всей силой начал изучать магию и эзотерику, будучи ребенком. и я отбросил изучение школьных дисциплин. Понимаете? И никто ничего не мог мне подсказать, сказать тогда как маленькому ребенку. но наступил момент, когда я вдруг убедился, я пару лет читал эзотерическую литературу, очень сильно фанатично, что сколько бы я не изучал магических заклинаний, формул и заговоров, все равно истины там в последней инстанции нет. Параллельно я учился в воскресной школе, на какое-то время я поверил, что, например, истина в последней инстанции это русская православная церковь. Я фанатично начал читать православную литературу с залпами, огромными томами, житей святых, законов божьих. То есть, ну, я просто собрал у себя уже библиотеку, православной литературы и наступил момент, когда я осознал, в православной церкви есть теневая сторона, есть просто сознательное вранье. Но от этого святость и истина этой религии не отменяется. дальше я начал изучать всевозможные религии. Вот всевозможные. Сектоведение, религиеведение. Перечитано было настолько много литературы, начиная от исламской литературы, традиционной религии, и заканчивая белым братством Марии Деви Христос. Где я там ряд ее священных писаний прочитал. И общался со всевозможными последователями Бессариона, этого сибирского Христа, и другими всякими сектантами, последователями Богородичного Центра. Помню, что даже Сахаджадюга вроде бы была, то есть трансцендентальная медитация вот этого корейского Муна, да, там были последователи, я помню. В общем, я общался со столькими, с сатанистами всевозможными разных направлений, и я увидел, ну, нет такой религии, понимаете, мое солнышко, чтобы не было части вранья. И когда я поступил на психолога, после 11 класса в 2005 году в Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, я фанатично бросился читать научную литературу. Я фанатично ее где-то 7 лет читал, 6 лет учился на стационаре, где-то вот 7 лет я фанатично читал психологическую научную литературу. Я отвергал все другое, только для меня психология это истинно в последней инстанции была. И потом, анализируя, понимаете, я отличником стал по высшему образованию психологическому, я был реально на стационаре очень сильный молодой студент-психолог, и это мы все свидетели, в 2012 году я с красным дипломом с отличием окончил магистратуру, и там было очень тяжелое еще, кроме магистрской работы, там всех экзаменов, что я там сдал по психологии на отлично, и был ключевой государственный экзамен по психологии, очень тяжелый, и я его сдал на отлично, без каких-то подсказок, я настолько сильно погружен был в психологию научную, понимаете, что для меня это был смысл жизни целый, и экзамен государственный тяжелейший я сдал на отлично, а были студенты, магистры, которые просто экзамен этот, вот у них все вроде было потрясающе, а экзамен такой был тяжелый, там у четырех уровней сложности складался, и они не смогли его сдать, вот, и понимаете, наступил такой момент в моем развитии, где проанализировав научную литературу, я осознал, психология это вообще наука, да, это наука, но наука, которая по сей день, ну, на процентов сорок пять минимум, на уровне просто-напросто заблуждения находится, почему, потому что у меня есть учебник, например, один из моих любимых, который я пару раз перечитывал, теории личности, Хьелл и Зиклер, мастера психологии, где здесь очень классно, потрясающе, ученые проанализировали основные теории личности, психоаналитические, Фрейда, Юнга, Адлера, например, гуманистической психологии, Абрахама Маслоу, моего любимого, социально-когнитивные направления личности, Альберт Бандура, Джулиан Роттер, и бихевиоральные, тут же Скиннера, направления. И вот все эти теории однозначно опираются на определенные факты империи. теории. Но, понимаете, все эти теории противоречат друг другу. Очень четко. Все научные эти теории психологические по-разному интерпретируют тот или иной факт. И вот наш заведующий кафедрой, доктор психологических наук-профессор, мой самый любимый для меня духовный отец психологии, Николай Васильевич Попуча, он читал у меня теории личности, там был спецпрактикум психологии личности, психологии личностного развития, и вот он любил повторять фразу его, которую он всю жизнь запомнил, он говорит, есть факт, а есть философия факта. И вот эти теории личности, это лишь философия, тех или иных психологических фактов. Но вас, как психологов, не должно напрягать либо пугать то, что теории настолько разные, что тот или иной факт психологического поведения объясняется, но диаметрально противоположно, понимаете? Мы видели агрессивный поступок человека, и психоаналитик скажет, а у него эго не сработало, вот, оно было слабенькое, а возможно там были проблемы с суперэго, у него ид очень сильно сработало, вот, понимаете, и вот в этом было агрессивное поведение. А вот психолог, которому ближе гуманистическая теория личности по психологии Абрахама Харальда Маслов скажет, да какой ид? Да о чем идет речь? Да там метапатологии, понимаете? Метапатологии, там структура личности, понимаете, вот эти базисные потребности не удовлетворены, и автоматически возникает метапатология, а метапатология это агрессия, ненависть, злость, вот какие-то деструктивные, разрушающие, иррациональные поступки человека, которые там могут нарушать даже закон, это метапатология, понимаете? А Бехеверис скажет, да какая метапатология, какой ид? Вообще, о какой метафизике вы говорите? Это метафизика, это какие-то заоблачные реалии, которые не соответствуют объективной реальности. Ребята психологи, спуститесь на землю грешную эту, все поведение человека подчиняется научной формуле стимул-реакция. Человек это закрытая книга, это черный ящик. И если есть агрессивная реакция, то был какой-то стимул пусковой. А что это за стимул? Это другой уже вопрос. Но то, что вы объясняете и тего-суперэго метапатология, иерархия потребностей, это все религия, это все магия, эзотерика, астрология, понимаете? Потому что это потому метафизика, это недоказуемо априори, но никак его нельзя доказать. То есть это аксиомы, которые априори будут восприниматься на веру в объяснении тех или иных психологических фактов. Ну, а тут хопа, бешит, летит отечественный психолог, и там он, ну, он, например, пускай на русскую психологию спирается, да деятельностный подход, а какая, вы говорите, гуманистическая психология, какой бихиверис, деятельность в основе психических явлений, она находится там, понимаете, и он потому так агрессивно поступил, да у него такая была перед этим деятельность, и вот эта деятельность, что он выполнял, так влияла на его высшие познавательные психические процессы, что этот человек поступил агрессивно, понимаете, и корили в деятельности, в деятельности, но эти посмотрели все психологи, понимаете, на ученые, теоретики, и говорят, ну какая деятельность вообще, вы шо, перечитали Карла Маркса и Фридиха Энгельса, так они тоже были во многом неправы, и начинают аргументировать отечественному психологу, почему там идут философско-методологические ошибки в этом деятельностном подходе, понимаете, а тут наши философы-антропологи уже к психологам приходят, например, моего научного руководителя, доктора философских наук, профессора Назипа Веленовича Хамитова, они говорят, да какая вообще, о чем идет речь, ребята, есть мета-антропология, и психология должна базироваться на мета-антропологии, где каждый человек как личность находится в трех уровнях бытия, буденному, граничному и метаграничному, и вот он, этот человек, вот мы должны понять его мотивацию исходя из того, в каком уровне бытия он находится, это был человек буденного, обыденного бытия, и он поступил агрессивно, или это агрессивно поступил человек граничного бытия, понимаете, borderline dimension, и это будет огромная разница в мотивации, в психологии того или иного человека, и тут хоп, все остановились, все смотрят друг на друга, общаются в разной терминологии научной, общаются совершенно разными философско-психологическими терминами, и тогда возникает вопрос, то где аферизм и шарлатанство, где правда, где неправда, кризис возник в психологии, это наука, которой нет одного предмета, в которой есть абсолютно разные термины для объяснения одних и тех же феноменов психологических. И по сей день психология не может выйти из кризиса, это оказалось нереально, и оказалось, что психология не может быть биологией, да, и оказалось, что физиологическое понимание и знание механизмов психических ничего не дают на самом деле в объяснении того или иного поступка человека. Понимаете? Потому что человек с поврежденным мозгом, даже с одной, вот, скажем так, одним полушарием мозга, в принципе может вести себя адекватно. А другой, спасибо большое вам, приветствую вас, солнышко, это с моей подэпичной общаюсь, отвечаю, я такое послание записываю, вот, то есть один будет вести себя по одному, вот, адекватно с поврежденным мозгом, а другой будет неадекватно, и вот Александр Романович Лурия, психолог, он четко об этом тоже писал, там у него, значит, маленькая книжка о большой памяти, я вспоминаю, была, и там другие труды, где он этим занимался, ну, там очень интересные были у него данные о людях с поврежденным мозгом, и, понимаете, все очень, тоже непонятно, непредсказуемо, потому что в одних те центры поврежденные, они становятся, ну, агрессивные, там, сумасшедшие, и так далее, и тому подобное, а другой человек человеческие качества все равно сохраняет, то как это объяснить, а наука не может до конца это объяснить, и объяснить любовь, либо какие-то чувства просто тем, что возникают какие-то гормоны играют, тоже нельзя объяснить, потому что мы собираем группу людей, понимаете, и у каждого создаем гормональный баланс одинаковый, вот, да, и ничего одинакового в психологии и поведении не будет, у всех этих людей будет разное поведение, даже с одинаковым гормональным фоном, это уже научный факт, понимаете, потому что каждая из них другая личность разная, уникальная личность, и эта личность имеет типическое и индивидуальное, оказывается, выход есть. Нужно не бояться того, что психология научная, как астрология, как карты Таро, как другие оккультно-эзотерические науки, частично состоит из заблуждений. Притом, эти заблуждения ну никак нельзя отбросить. Они будут всегда априори, потому что нет таких научных методов, которые позволят вот на сто процентов предсказать и объяснить поведение человека. Вообще это знание, да, вот как бы генерализировать, обобщить на всех людей, потому что да, мы можем предсказать более-менее там на девяносто девять процентов поведения того или иного человека, но все равно есть один хотя бы процент того, что оно может быть не так. Понимаете? и люди должны воспринимать это нормально. От этого психология не есть псевдонаукой. Она спасает жизни людей, она говорит много правды, и каждая эта теория, она тоже говорит правду. Просто ошибка Вильгельма Вунта в 1879 году, что он взял за образец психологии естественные науки. Это глубочайшая научная методологическая ошибка. Он хотел изучать сознание человека и это сознание разделить на элементы единицы и с этих простейших атомов психических, элементов, например, ощущений, сложить целостную вообще работу психического устройства человека, отобразить работу сознания. и были созданы специальные экспериментальные интроспективные лаборатории психологии, был проведен колоссальный объем научной работы, были собраны колоссальные на самом деле титанические материалы эмпирические, и психология вошла в такой кризис, с которого по сей день не вышла. Потому что вообще психологические явления психика людей, сознания ну полностью не работают так, как работает физика, биология, то есть психология априори не может быть аналогичной любой другой науке. из нам известных. Она не может быть похожа ни на физику, ни на химию, ни на биологию, просто ну тупик идет ковный, оно так не работает, потому что установили законы в одного человека сейчас, потом взяли его через неделю, все повторили, полностью другой результат получился в одного и того человека, а у других людей, обобщить на них это тоже не получается, то есть не получилось это сознание расщепить на эти элементы, потом собрать вновь эту целостность, ну не получается, этот элементализм, оно ничего не работает, и тогда начался бунт среди психологов, да что это за психология такое, полунаука, полушарлатанство, да, ну это полумагия, это полуэзотерика, это постоянное гадание на картах Тару, да, то есть в том отношении, что оно на 50% так, может быть на 50% не так, может быть на 90%, а может быть вообще не так, бихевиористы появились, да мы сейчас вас научим, как нужно быть научными психологами, да, только стимул, реакция, формула, да никакого внутреннего мира психология не изучает, это там все метафизика, философия, это к науке психологии не имеет отношения, в общем, они с этими стимулами, реакциями носились, 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 оно в конце концов результаты тоже ноль, считай, ничего оно толком не работает, потом психоанализ появился Зигмунда Фрейда, потом Фрейд истинно в последней инстанции начал утверждать, у него теория учения, юноха говорит, да какая у вас истина, у меня истина еще круче и больше, вот, потом новые психоаналитики, уже другие, вот, то есть, и все наука, понимаете, все оно психология, и тоже есть научные факты эмпирические, но четко нужно понимать, психология никогда, любая из этих теорий, она не может быть истиной в последней инстанции, психология уникальна тем, что это наука с многими предметами исследования, но нет одного у нее предмета, у нее предмет это и психика, и душа, и сознание, и бессознательное, просто поведение, понимаете, вот, и она такая уникальная, она убирает в себя недоказуемые утверждения, которые априори нельзя проверить экспериментально и эмпирически, а нынешние эксперименты, хоть проводи их миллиард раз, они ничего не дают понять до конца о человеке, о его психике, вот, то есть, не получается установить объективные, стопроцентно работающие законы, как у физики, в химии, там, в биологии, ну, не работает психология так, понимаете, и чтобы с этого кризиса выйти, нужно просто понять, ну, она вот такая уникальная наука, которая никогда не дает гарантию 100%, в которой всегда есть теневая сторона, и она довольно относительная, и психология, она четко научная, она нам показывает уровень детской психики и взрослой психики, когда мы дети, то мы максималисты, мы верим в то, что есть вот это в земной реальности вот стопроцентно объективная истина, а когда мы взрослеем, мы начинаем понимать, а всякая истина на планете Земля всегда имеет теневую сторону, она имеет элемент обмана и неправды, и это нормально, главное то, чтобы эта истина, ну хотя бы на 70%, на 75%, на 80%, на 90% была правдой, и это уже очень прекрасно, здорово и потрясающе, понимаете, солнышко, вот я вот такое спонтанное для меня философская с вами беседа как с психологом, ну, поэтому, если мы берем любые проблемы человека, психологического характера, то наивно полагаться, что какой-то ученый психолог, либо врач-психиатр, либо какой-то он сможет на 100% все абсолютно верно и правильно помочь тому или иному человеку, он априори не может это, но психиатрию сейчас как медицину, она очень нужна, я всегда стою за то, что психиатрию нужно развивать, она должна работать, потому что человек, который страдает ментальными расстройствами, наоборот, ему нужен отдельно врач-психиатр, психолог не может заменить врача-психиатра-медика, это четко нужно понимать, и препараты часто необходимы для того, чтобы человек комфортно и хорошо жил в этом мире, если у него психиатрия ломается, это другая вообще тема, но что психиатр, что психолог, в первую очередь психолог будет идти, он не владеет, какой бы он ни был профессионал, дипломированный, классный, он не владеет истинной последней инстанцией, потому что сама наука, психология академическая, она предлагает абсолютно противоречивая научная теория, парадигмальная, которые вот как секты начинают бороться друг с другом, пытаться провозглашать истину в последней инстанции, но они обречены в конце концов признать, что есть те моменты, в которых они некомпетентны в психической сфере и объяснить они это не могут. Но когда есть доминирующие религии, есть секты, но такую аналогию взяли, то психологии этого нет на самом-то деле. Есть просто общепризнанные научные парадигмальные теории, психоанализ, гуманистическая психология, бихевиоризм, есть отечественный психологический подход, но все это не есть истина в последней инстанции. Психология такая уникальная объединяющая наука, в которой есть диалог разных концепций. Психолог должен, современный ученый, диалогизировать в своем мышлении вот эти разные научные теории и подходы при объяснении того или иного поступка поведения человека. Ну и еще ряд есть принципов и тех методологических моментов, которые психолог должен обязательно этических принципов использовать в своей работе, чтобы быть хорошим психологом, работать качественно. И вот когда наступил такой момент, что я уже окончательно как дипломированный психолог осознал, увидел, что как бы я ни старался и что бы я ни делал, истина в последней инстанции психологии априори невозможна. Вот и психология вообще уникальная наука. Я, конечно же, начал интересоваться эзотерической всякими практиками, как практической психологией жизни. Вот, потому что как ни крути, самые классные практические психологи здесь у нас в СНГ, это экстрасенсы, те, кто называет себя экстрасенсы, абсолютно такое понятие философское, где можно его наделять совершенно разным содержанием и, в принципе, экстрасенсом может назвать себя любой человек. Вот любой, если он так захочет, и у него будет к этому стремление, ему же закон и какие-то, скажем так, научные даже положения не запрещают, ведь нет же профессии экстрасенс в университете. То есть, любой может сказать, я экстрасенс, да, то есть, ну, на слово мощнейший закреплено. Да, и оно работает у большинства людей высокоинтеллектуальных с более низким уровнем интеллекта. Это все очень мощно и сильно работает. Значит, поэтому я, как психолог, начал изучать эзотерические практики. Карты, тару и магические разные инструменты для работы с другими людьми. Я читаю очень много литературы, просто не хочу рекламировать. Вот у меня, например, есть книги, тут новые, которые я читаю, старые, перечитываю. Вот у меня замечательная книжка здесь о картах тару, потому что говорю, что я перед тем, как свои создавать карты, естественно, что я очень много читала литературы разной, посвященной картам тару, эзотерической. Вот, и в картах тару есть четко ключевые такие теории положения. Есть теория, которая считает, что судьба человека задана, от рождения, неумолима, и карты тару, они вот говорят чуть ли не сто процентов правду, потому что они помогают с информационного поля Земли брать информацию, заданную о том или другом человеке, и говорить четко клиенту. Эта теория ошибочна. Я в этом убежден. И многие тарологи, и те, кто практикуют с картами тару, психологи, потому что сейчас многие психологи берут карты тару, и эта тема очень особенно в нас в СНГ интересна, многим людям, и тех, кто даже был скептически настроен к картам тару, сейчас массово их осваивают как психологический инструмент. Они приходят к выводу, что оно так не работает. И есть общая известная теория, где судьба человека на сто процентов не предопределена, и карты тару не могут априори говорить сто процентов правду. Они говорят только максимально такой вот возможный футурологический вариант развития тех или иных событий. Но всегда нужно повторять клиенту, что это не сто процентов. Оно может быть так на 90, на 70, на 50, на 65%, на 45%, и все. Больше, меньше, но никогда не сто. Потому что в этой жизни, в этом мире у каждого человека есть его и свобода личности. Понимаете? И есть однозначно те непредсказуемые факторы и события, которые никакой вот тарулок, ясновидящий, экстрасенс, маг, религиозный проповедник не может предвидеть. И психолог тоже. всегда, как и в психологии, так и в занятиях эзотерикой, магией, астрологией, есть теневая сторона. Есть обязательно часть неправды. Я пошел на такой непопулярный шаг, как эзотерик и психолог, экстрасенс. Я прямо говорю, я никогда никому не даю гарантию сто процентов. Карты не говорят на сто процентов правду априори. И любая магическая процедура, обряд, ритуал, он относительный. Естественно, чем более человек верит, тем лучше будет работать. Но я убежден, и практика показывает, так устроена жизнь, так устроена психология людей. И опыт уже самых больших мошенничеств, афер в эзотерике и мистики показывает, что именно там, где требовалась тотальная вера в ту или иную концепцию или идеологию, самые трагические происходят жертвы людей. Вот шоу «Битва экстрасенсов», в котором я принимал участие, очень неудачное, но я принимал. Вот почему произошел этот кризис, где оно потеряло свой авторитет и находится в мощнейшем кризисе, как и в Украине, так и в России? Потому что там сознательно, кто его создавал, было систематическое нарушение принципа правды, где неправда начала подниматься и занимать в этом во всем процентов уже 90-95. И когда шоу на 90% стало неправдой, и это повторялось с года в год, правда там реальная трагическая ситуация человека, который обратился, 90% постановка и вранье, например. А от людей требуется вера 100% что это так, потому что вера важна, чтобы были рейтинги большие. А сказать, что там есть сценарий, элемент, уже рейтинг подорвется, так не будут смотреть наши люди, ну, такое, я так объясняю, это мое понимание, создателей битвы экстрасенсов. Чем это завершается? Катастрофой, целым мощнейшим кризисом, где это неправда годы держалась, 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 а потом наступил момент, это поры до времени, вышли идущие к черту Бориса Соборева, в пух и в прах разбили битву экстрасенсов, и сейчас как они не пытаются, а уже все, уже все, изменить это нельзя. Поэтому я вот в своем шоу про Метей в рамках лабиринтов судьбы постоянно говорю непопулярные вещи всем. Ребята, я пытаюсь на максимум отбросить лжи чудеса, но и здесь может быть частичка обмана. Да, оно так. Я не знаю, кто сюда придет, я не знаю, что будет, кто проводит, то есть, у тебя и продюсеры, все, люди заплатили деньги, и что там, как они, я не знаю, будут делать. А вы должны проявлять разум, с законом проблем ни у кого нет. Все законопослушные люди, вот они пришли, и они свою точку зрения говорят. Это не естественная последняя инстанция, я не несу за это ответственность, и поэтому в этой передаче я пытаюсь ее сделать, ну, хотя бы на 70-80 процентов правдивой, но и в ней будет какое-то вранье, и в ней будет какая-то неправда, понимаете? Но я пытаюсь эту передачу, в отличие от большинства, чтобы она на большинство процентов, там на 70-80 была хотя бы правдой. И допускаю, там, ну, 20 процентов будет там вранью, да, то есть, какая-то постановка, что-то неправдивое, и там будет. Но таким способом, мой прогноз, как психолога-ученого, что у проекта Прометей на самом деле очень большое будущее, потому что хоть у людей и не будет той абсолютной веры, но сравнив Прометей с другими передачами, они убедятся, здесь и правду. Большинство это правда, но есть и неправда тоже. А вот там, у тех других шоу, там на 98, на 100 даже, возможно, процентов полностью постановка и вранье идет. Понимаете? То есть, поэтому ваш вопрос, карты Таро никогда 100% не говорят правду. Они показывают только самый достоверный прогноз на тот момент развития тех или иных событий. За что человек платит деньги? За психотерапию души, за то, что вообще его проблема мастером, человеком просмотрена, проанализирована. Для того, чтобы пережить ту или иную психотравму, нужно побыть в ситуации, когда человек находится в состоянии соприкосновения с вечностью, с бессмертием, с архетипами Таро, например. И тогда включается саморегуляция психики. Если что-то с картами Таро у человека, вот, ну, что-то, например, не сбывается, человек принимает решение, а может, нужно 10 сеансов заказать, вот, без преувеличения, поработать с этой ситуацией. если оно сразу что-то не сбывается, то можно либо вообще тогда к этому мастеру не обращаться, либо заказать 10 сеансов. Вот у меня был подопечный, не буду говорить, кто что, вот, и я погадал на картах Таро, то есть это платно, 60 евро стоит это гадание, вот, а оно ничего не сбылось. Это за границей кто у меня заказывает по 60 евро, то есть цена часа, а 30 евро полчаса. Вот, а оно ничего, что-то не сработало, да, то есть и человек пришел и заказал у меня 7 еще сеансов Таро. Были там и по 30 евро пару сеансов, были по 60 евро сеансы у нас. В конце концов, но это не комплимент мне, то, что сначала казалось, что не сбывается, все сбылось, все вот так здорово, я как и психолог, и эзотерик, и таролог с ним поработал на результат очень классный, результат, ну, просто потрясающий, ничего не говорю про человека, чтобы, как в народе говорят, без глаз это, да, не срочить, вот, то есть это работа, понимаете, это работа, очень непростая, и при том человек рискует, он рискует, я говорю, это постоянный риск, потому что вы платите деньги, я выкладываюсь на максимум, но не даю вам гарантий, 100%, может сбыться, может не сбыться, но у большинства моих клиентов очень хороший результат, очень хороший, потому что я как психолог, дипломированный, эзотерик, мастер, создатель тару, я помогаю людям разрешить самые тяжелые ситуации, и поверьте, на данный момент у меня тонны всевозможного знания, багажа, и психологического, я постоянно читаю эзотерическую литературу, чтобы быть в тонусе, это моя работа, понимаете, я читаю много книг, у меня здесь заварено все книгами, и я вот чем более старею, тем, например, замечаю, что я быстрее начинаю читать книги, быстрее просто, вот, то есть уже на уровне динамических стереотипов, и все знания, и то, я знаю, что я ничего не знаю, как говорил Сократ, я использую, чтобы помочь другому человеку, поэтому, да, карты не говорят сто процентов, и тут наступает момент, где вам нужно четко понимать, когда что-то за раз не срабатывает, нужно либо заказать еще сеансов пять, десять, либо двигаться с каким-то другим мастером, но с вами мы работаем уже много лет, и вы убедились о том, что много того, что я сказал, сбылось, сбылось, и реально сработало, я молитвенно с вами желаю процветания, успеха вашему бизнесу, чтобы у вас все было классно, сейчас тяжелые времена, и в плане бизнеса, эпидемия коронавируса, это понятно, оно еще не закончилось, вот вся эта военная сумасшедшая ситуация, что весь мир сейчас из-за агрессии России против Украины, весь мир напряжен, он тоже бьет и по экономике, и всем этим разным моментам, связанным с бизнесом в странах СНГ, не буду сейчас об этом даже говорить, это само собой понятно, я как мастер, психолог, эзотерик, молитвенно с вами, вам всегда рад, успеха и процветания, с уважением, ваш Липомир Богоявленский.